Познакомились в 1985 году. Тогда Алексей Васильев устроился работать физруком в Новотравнинскую школу. Молодому педагогу поручили подготовить школьный танцевальный вечер. Мы вальс осилили, вечер провели хорошо, и, наверное, с этого все и началось. Где-то вот тут нарыкнуло, все, это мое. Чувства переросли в отношения позднее, когда Надежда окончила школу. В 87-м сыграли свадьбу. Через год родилась первая дочь Анастасия. Вторая Екатерина через два года. Сын Никита появился на свет еще спустя шесть лет. На работу Надежда так и не вышла. Много времени уходила на детей и содержание хозяйства. Ближе к сорока годам женщина подумала о четвертом ребенке. И на свет появилась Вероника. А еще через три года Мария. К тому времени старшие дети были совсем взрослыми. Не количество, а самое главное, чтобы до ума довести ребенка, человека, впустить в жизнь. Иногда на некоторые смотришь и думаешь, им вот и одного много. Старшие дочери уже обзавелись своими семьями. У Алексея и Надежды четверо внуков. Каждый Новый год большая семья собирается вместе. Каждый год мы все собираемся за большим столом и отмечаем. Играем в разные игры. Все дарят подарки друг другу. Общаемся, подводим итоги. Ставим цели на следующий год. Васильевы уверены, что счастливая семья – это упорный труд. Без зарплаты и выходных. Адский труд. Это, знаете, спишь ночами и прислушиваешься. Если можно это снова назвать. Прислушиваешься. Как ребенок дышит. Кашляет, не кашляет. Встал. А куда пошел? Это он во сне? Или там по нужде какой-то? Если заплакал, а почему он плачет? Если что-то там, еще какие-то проблемы. Нужно найти слова, нужно узнать. Ведь не каждый ребенок все просто так возьмет и выложит. Каждому надо подход найти. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.